Эврикус. Уникальные игровые механики и локализации международных бестселлеров. Привет, друзья! Сегодня хочу познакомить вас с одной маленькой, да удаленькой карточной игрой, в которой нужно, разыгрывая карты, как ни странно, собрать на своем острове самых сильных и могучих динозавров. Однако время острова Твист истекает. Одна за другой на него обрушиваются катастрофы, разные метеоритные дожди и прочие гадости. Давайте быстренько пробежимся по правилам, и я расскажу вам о том, кому подойдет данная игра. Вот таким образом выглядит игра, подготовленная для двоих участников. Что мы имеем? Есть колода событий, в ней лежат карты. Странно, да? Карты эти задают новые условия, каждый раунд верхняя карта сменяется, и когда эта колода заканчивается, прилетает вот такой большой метеорит, который знаменует собой конец игры. Чтобы победить, надо к этому времени набрать на своем острове динозавров, сумма силы которых будет больше, чем у остальных игроков. Вокруг колоды, как видите, расположены карты детенышей динозавров, и все вместе это поле представляет собой остров Твист. Это общее поле, откуда игроки будут собирать динозавров для своих личных островов. Главная особенность игры, которую желательно понять перед тем, как мы начнем, это то, что каждый динозавр связан со своей областью на острове. Вот, видите, в центре есть карта острова, и ячейки на ней соответствуют по цвету с расположенными динозавриками. То есть, вот у нас по углам два синих, и вот два синих динозавра. Две оранжевые клетки, вот два оранжевых дино, и так далее. И забирая карту с острова, вы размещаете ее точно так же вокруг своей карты у острова. Как забирать, чуть позже расскажу. Итак, у игроков есть семь случайных динокарт на руке, личная карта острова и личная карта пустоши. Как же проходит игра? Очень просто. Первым делом обновляется событие. Сбрасываем верхнюю карту, и тут же вступает в силу эффект открывшейся верхней карты. Не важно, что там сейчас, рассмотрим эффекты чуть позже. Затем, все игроки одновременно выбирают одну или две из своих динокарт. Две сразу можно выбирать, только если они одного вида. И кладут перед собой в закрытую. Эти динозавры пойдут в схватку. И, наконец, когда все определились с выбором, игроки одновременно переворачивают карты динозавриков и начинаются сражения. Если несколько игроков открыли одинаковых по виду и силе динозавров, то они блокируют друг друга и отправляются в пустошь. Каждый игрок получит за них два очка в конце игры. Бывает и такое, что у игроков остались одинаковые по силе, но разные по виду динозавры. Они ходят одновременно. Давайте рассмотрим все этапы, которые должен выполнить игрок в свой ход. Игрок самыми слабыми картами атакует первым. Заселяет свой остров и добирает до семи карт, после чего передает ход следующему. Атака острова. Атаковать можно динозавров того же вида и только слабее себя. Атакующий динозавр занимает место побежденного на острове Твист. А если атака проводилась, например, двумя картами, на остров отправляется слабейший динозавр, а второй сбрасывается в пустошь игрока. Далее происходит заселение острова. Поверженный динозавр отправляется на остров к игроку и занимает место соответствующей его позиции на острове Твист. То есть вот сюда. Вы всегда потом сможете заменить дину на своем острове на более сильного или более слабого динозавра с острова Твист. Не переживайте. В этом случае заменяемый динозавр уйдет в сброс. И добор. После заселения игрок снова добирает руку до семи карт и передает ход следующему игроку. Таким образом выходят игроки, пока из колоды событий не появится карта Большой Метеорит. Что же происходит, когда открывается эта карта? Во-первых, игроки сбрасывают те карты, которые у них остались на руках и подсчитывают очки, складывая силу динозавра на своем острове. Бонусные очки, о которых я еще не рассказал. И очки за карты в пустоши. По две за каждую. Игрок с наибольшим результатом и побеждает. Итак, что же еще, кроме силы динозавров, приносят победные очки? Есть вот такие три карты бонусов. Ну, при игре вдвоем их будет всего две. Сейчас поймете почему. И первый, кто заселяет весь свой остров, берет вот такую карточку, которая принесет ему в конце игры 10 победных очков. Следующий, если игрок номер два заселит свой остров, возьмет карточку, которая принесет ему 5 победных очков. Он может до конца игры свой остров полностью, кстати, и не заселить еще. Ну и третий игрок, конечно же, возьмет карточку с цифрой 3. На некоторых динокартах есть вот такие вот следы от когтей. Это динозавры с большими когтями. У кого на острове будет больше таких в конце игры, получат бонусную карту большого когтя, которая что? Правильно дает 7 победных очков. В моем случае, кстати, оба игрока имеют по две карточки динозавров с большими когтями, поэтому оба получают по 7 победных очков. А теперь давайте быстренько посмотрим несколько карт из колоды событий, которые, безусловно, делают игру более разнообразной. Во-первых, на остров просто сыпятся метеориты. Видите, сколько здесь вот таких карт? Каждая из них блокирует участки острова. Вот эти, которые здесь на карте обозначены. Их нельзя будет атаковать динозаврами в раунде, когда открывается такая карта из колоды событий. То есть, допустим, у нас вот эта карта выпала, и она блокирует вот эти вот участки острова. Вот этих динозавров атаковать будет нельзя. Вот такая карта позволяет использовать для атаки до 3 динозавров одного типа, вместо обычных 2. Карточка землетрясения позволяет поместить пойманных динозавров в любое место на своем острове, без привязки к основному острову. Карты ярости прибавляют плюс 3 к силе динозавров определенного типа. Ну, и есть еще кое-какие карты, с которыми вы уже сможете познакомиться самостоятельно. Мнение. Как я уже и говорил, Дина Твист это маленькая, да удаленькая карточная игра, которую на самом деле не стоит недооценивать. Это хороший, и самое главное, недорогой способ подарить семье несколько счастливых минут. У игры такое довольно яркое и позитивное оформление, легкий и неглупый игровой процесс. Так что, ну, в первую очередь, конечно же, рекомендую ее семьям, в которые играют в настольные игры с детьми. Рекомендованный возраст от 7 лет, так что юным настольщикам игра, я думаю, понравится. И, как обычно, привожу вам рейтинги самых значимых гик-ресурсов вместе со своей оценкой. Играйте в хорошие настольные игры. С вами был Фил, с любовью, канал Твой Игровой. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...